Федеральная резервная система повысила базовую ставку для борьбы с инфляцией. Мы подробно рассказали об этом в четверг. Государственный департамент отреагировал на долг российских дипломатов за парковку в Нью-Йорке и отказал в регистрации автомобилей, принадлежащих России. Еще в прошлом месяце стало известно, что российские дипломаты не оплатили штрафы за парковку на сумму более 100 тысяч долларов. По информации NBC Нью-Йорк, госдеп США не стал регистрировать более двух десятков транспортных средств, принадлежащих Российской Федерации. Это действие не позволит России обновить некоторые из своих дипломатических номеров до тех пор, пока не будут оплачены штрафы. Телеканал CNN на этой неделе сообщил, что президент России Владимир Путин может официально объявить о войне с Украиной 9 мая. Это позволит ему провести всеобщую мобилизацию в стране и привлечь резервы. Данное предположение CNN озвучивает, ссылаясь на заявления западных чиновников. Телеканал цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который несколько дней назад предположил, что Путин может отойти от того, чтобы называть военные действия на территории Украины спецоперацией и объявить всеобщую мобилизацию. Формальное объявление войны позволит российскому президенту использовать резервные силы, в которых, по мнению Запада, Россия нуждается из-за больших потерь. По оценкам западных и украинских чиновников, с начала вторжения Россия потеряла убитыми не менее 10 тысяч военнослужащих, хотя Минобороны России более месяца назад заявила о гибели 1351 военного. Официальное объявление войны именно 9 мая может усилить поддержку военных действий против Украины среди россиян, утверждает СНР, отмечая пропагандистскую ценность этого дня. Эксперты также рассматривают вариант, в котором Россия может использовать 9 мая для присоединения части Востока Украины. Более 500 украинских беженцев, которые размещены во временных лагерях в Мексике, призвали власти США открыть границы и пустить их на американскую территорию. Каждый день в Мексику прибывают от 50 до 100 украинцев, которые стремятся перейти границу Соединенных Штатов. Представитель гуманитарной организации вместе с Украиной сообщила, что процесс одобрения заявок беженцев со стороны американских властей затянулся. Ранее власти США пропускали в страну всех беженцев без каких-либо условий, но с середины апреля пограничники проверяют соблюдение ряда правил, наличие спонсора в Америке, документы о пройденной вакцинации и чистое прошлое без криминала. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выразил надежду, что оказавшиеся в США украинские беженцы как можно быстрее вернутся домой. Федеральная резервная служба США по итогам двухдневного заседания повысила ставку на 50 базисных пунктов с четверти процента до 0,75 годовых, что соответствует ожиданиям аналитиков. Рост ставки сразу на 50 базисных пунктов произошел впервые за 22 года. Инфляция обогнала все превентивные усилия Федеральной резервной системы и, согласно последним данным, она составила 8,5 процентов в годовом исчислении. И теперь давайте сравним это с цифрами, которые мы получали, начиная с конца 40-х годов. Около 3,5 процентов инфляции. Так что, определенно, Федеральная резервная система не дорабатывает. Все думали, что этот пик инфляции будет временным и недолгим, но на самом деле он оказался устойчивым. Поэтому и Федеральная резервная система должна быть агрессивной, чтобы, наконец, начать исправлять кривую. ФРС также поделилась планами по сокращению активов с баланса. С 1 июня Федрезерв будет продавать казначейские облигации на сумму 60 млрд долларов и ипотечные на 17,5 млрд. Через три месяца объем продаж будет увеличен до 60 млрд для казначейских и 35 млрд долларов для ипотечных бумаг. Согласно опросу CNBC, 74% экономистов считают, что инфляция уже достигла пика, но ФРС не удастся достичь своего целевого показателя в 2% до 2024 года. Прогнозируется, что инфляция по итогам года составит 5,6%, а к 2023 году опустится к 3,3%. Они пытаются спроектировать так называемую мягкую посадку. Под этим я подразумеваю, что мы видели в 1994 году. Семь повышений ставок за 13 месяцев не привели экономику к рецессии, а скорее замедлили ее. И это то, что Федеральная резервная система надеется сделать и на этот раз. Цена на бензин в Соединенных Штатах, несмотря на усилия администрации, вновь перешла к росту, поднявшись за неделю до средних 4 долларов 20 центов за галлон. Об этом на своем сайте сообщает Американская ассоциация автомобилистов. Это заметно и на заправках в столичном округе Колумбия, где цена за галлон начинается от 4,5 долларов. В штате Калифорния, по данным аналитиков, за галлон просят в среднем 5 долларов 75 центов. Цена на бензин снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение запасов нефти из стратегического резерва. Президент США Джо Байден возложил ответственность за экономический кризис в стране на республиканцев. Об этом он заявил накануне, выступая с речью о положении дел в стране. По его словам, дефицит рос при Трампе ежегодно, а при новой администрации, наоборот, уменьшается. Байден добавил, что при республиканской администрации были украдены миллиарды из фондов поддержки предпринимателей в пандемию COVID-19. Он подчеркнул, что ультрамага-повестка, имеется в виду лозунг Make America Great Again, экстремально и приведет к проблемам не только экономического характера для многих семей. Джо Байден напомнил о баталиях вокруг отмены Верховным судом США права на аборты. Республиканцы добиваются этого и стремятся к установлению собственных ограничений на аборты в подконтрольных штатах. Что произойдет, если некоторые штаты изменят закон и скажут, что ЛГБТ-дети не могут больше находиться в классах с другими детьми? Это легитимно, учитывая, что закон для этого написан. Что потом они решат? Атаковать? Вы поймите, что толпа, которая называет себя Make America Great Again, это самая экстремистская политическая организация, которая существовала в американской истории. Продажи марихуаны на территории США в медицинских целях в прошедшем 2021 году выросли на 30% и составили 24,5 млрд долларов. Эта сумма оказалась выше выручки известной сети кофеин Starbucks, которая составила 20,5 млрд долларов. Надо отметить, что марихуана разрешена законом всего лишь в 39 американских штатах, в то время как Starbucks осуществляет свою работу во всех 50 штатах страны. Первая торговая точка компании Мета открыла свои двери для покупателей в Калифорнии. Гости магазина могут своими глазами увидеть и даже протестировать три ключевых продукта компании Марка Цукерберга, связанных с метавселенными. Это VR-гарнитура, Мета-квест, умные очки и устройство для видеочата Портал. Очевидно, что при разработке концепции Мета-стор корпорация ориентировалась, например, Apple-салоны, которые представляют собой уникальное место, где можно попробовать в работе оригинальные гаджеты и технологии. Эксперты утверждают, что несмотря на интерес крупных компаний к метавселенным, до сих пор не ясно, нужны ли они обычным людям. Поэтому, по сути, для разработчика открытие собственных физических магазинов является чуть ли не единственным способом продвижения фирменных продуктов. Редактор субтитров А.Семкин